МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день в мире рождается новая тайна и совершается открытие. Сегодня я, Олег Шишкин, утверждаю, у каждой загадки есть свой ответ. Надо лишь знать, где его искать. Давайте это делать вместе. В эфире «Загадки человечества». Секретная миссия ПРАТО. Что искали бразильские ВВС на берегах Амазонки? Какие тайны скрываются в архивах спецслужб? Жители острова Каларес назвали эти объекты летающими светлячками. Они взаимодействовали с людьми. Яды и токсины. Чем сегодня пользуются отравители? Чем современные смертельные эликсиры отличаются от средневековых? Современные химические яды по-прежнему остаются самым тихим, популярным оружием человечества. Французские ученые признали камни живыми существами. Какие доводы приводят исследователи? Это прекрасная тайна, которую вы можете увидеть своими глазами. Мне кажется, что ученые столкнулись с новой формой жизни. Как колдуны Вуду мешают нашей сборной по футболу стать чемпионами? Для чего испанцам понадобились восковые куклы Игнашевича? И чем опасна черная магия африканских племен? Количество приверженцев Вуду в мире – это больше 8 миллионов где-то. Тео-Тиуакам – южноамериканский город-призрак. Кто построил древний мегаполис? И почему его жители бесследно исчезли? Происхождение этого удивительного города связано с цивилизацией гораздо более древней, чем ацтекская. Ученые разгадали тайну литургического сна. Почему люди засыпают на годы? В чем причина заболевания? И есть ли лекарства? Увозили людей, соответственно, в морг, а там человек приходил в себя. Картина себе представляете, да? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Писатель Майкл Коэн сфотографировал неизвестное существо во время своего путешествия по Бразилии. Кадр был сделан в регионе Мамус. Это место называют аномальной зоной, поскольку здесь часто фиксируют непонятные свечения в небе. Эти явления происходят с такой чистотой, что заинтересовали не только уфологов, но и правительство. 30 лет назад даже был создан спецотдел, который занимался изучением феномена. Миссию назвали «Операция Прато» в переводе с португальского «Тарелка». Большая часть отчетов сотрудников до сих пор засекречена, но некоторые документы стали доступны уфологам. Какие тайны скрывались в архивах спецслужб? Первые свидетельства об НЛО над Каларесом, небольшим поселком на острове в устье Амазонки, стали появляться еще 40 лет назад. Сначала подобные явления были редкими и никого не беспокоили. Но с октября 1977 года загадочные объекты в небе над Бразилией приняли массовый характер. Они появились из космоса, из верхних слоев атмосферы, и были сделаны какими-то объектами, которые находятся очень близко к Земле и к полям, но которых мы не можем видеть. В ряде случаев над полями видели шары света или некие другие светящиеся круглые объекты. Они выпускали дым. Очень скоро эти таинственные аппараты развернули настоящую охоту. Причем атакам подвергались не только люди, но и животные. Все они стали жертвами странного облучения, вызывавшего массовый паралич и жуткие ожоги. Однако, как следует рассмотреть приборы, из которых выходили эти лучи, так никто и не смог. Жители острова Каларес назвали эти объекты летающими светлячками. Они взаимодействовали с людьми. Очевидцы уверяли, что целью этого контакта был генетический материал, а именно человеческая кровь. Люди были напуганы настолько, что боялись выходить на улицу. По ночам они собирались группами по 50-60 человек под одной крышей, жгли костры, били в кастрюли. И все для того, чтобы отпугнуть странных существ. Народ был в панике. Люди потребовали от администрации разобраться с этим. Но мэр не знал, к кому обратиться, и поэтому попросил помощи у военно-воздушных сил Бразилии. И ВВС выделили спецотряд под командованием полковника Уэран Геоланда, который занялся исследованием феномена. Эту миссию назвали «Операцией Прато», что в переводе с португальского означает «тарелка». Удивительно, но уже через полчаса после прибытия в поселок военные увидели первый объект. Аппарат в форме огромной тарелки пролетел вдоль пустынной улицы, периодически зависая над домами. Так, словно высматривал добычу. По официальным докладам Алланда, этот объект излучал настолько сильный свет, что причинял боль глазам. В течение месяцев они наблюдали за этими объектами, собирали показания очевидцев и сами сфотографировали сотни раз эти предметы. Даже сняли несколько фильмов. Но эти фильмы мистическим образом были утеряны. Некоторые говорят, что они втайне были отосланы в Соединенные Штаты на изучение в НАСА. Официальное расследование продвилось всего 4 месяца. Но полковник Алланда еще год оставался в Каларисе. Согласно отчетам, за это время офицер лично увидел несколько худощавых человекоподобных существ ростом около 2,5 метров. Поразительно. Но точно такое же существо только спустя 40 лет сфотографировал писатель Майкл Коэн во время своего путешествия в Бразилию. Словикообразные существа. Ценуи цветы кожи, колеблющиеся от серой до темно-зеленой. Внешний образ, допустим, головы ничем не отличался. В некоторых случаях говорили, что это были там шестипалы. В других случаях это такие же, как и люди. И многие отмечали, то есть так не ходят люди. Они двигались достаточно гармонично, плавно, но это не была походка человека на сходе. Сегодня власти Бразилии разработали новую инструкцию для военно-воздушных сил. В документе прописано, в случае обнаружения в небе непонятных объектов пилоту необходимо немедленно отчитаться об этом командованию. Подобные сведения должны быть тут же задокументированы и направлены в специальный отдел национального архива. Но что это за странные объекты? И почему их так боятся бразильцы? И там действительно несколько плат находятся, которые обеяны различными мифами, легендами и так далее. Но даже в ВВС Бразилии были зафиксированы несколько случаев подъема непонятных каких-то объектов, ну, НЛО, с территории этих плат. Хотя, если такой брать, как бы, плацдар, там, аэродром, он обнаружен не был. Все эти объекты, они появлялись как бы из-под земли. Некоторые объекты, которые находились рядом с океаном, появлялись из, так сказать, нет. Миссия «Прато» стала самой большой публичной военной операцией против НЛО в истории человечества. Однако до сих пор уфологи не могут дать точный ответ, что стало причиной массового налета неизвестных аппаратов на Бразилию. После передачи материалов американским специалистам это дело сразу засекретили, а вышедший в отставку полковник Оланда неожиданно покончил жизнь самоубийством. Но сам ли он захотел уйти из жизни? Далее в программе. Археологи обнаружили подземный тоннель на территории города-призрака Теотиуакана. Кто и зачем построил подземное сооружение? И почему этот памятник называют отражением загробного мира? Происхождение этого удивительного города связано с цивилизацией гораздо более древней, чем ацтекская. Литургия, болезнь или путешествие в параллельные миры? Почему люди засыпают на годы? Кто сумел разгадать тайну литургического сна? Увозили людей, соответственно, в морг, а там человек приходил в себя. Картина себе представляете, да? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили туннель под знаменитой пирамидой Луны в городе-призраке Теотиуакане. По мнению археологов, он имел религиозное значение и в древности мог быть украшен ритуальными предметами. Точная дата образования поселения неизвестна. Самые ранние упоминания о нем датируются 200-м годом нашей эры. Временем, когда жители вели активную торговлю с соседними империями. Период расцвета длился до 600-х годов. Затем Теотиуакан был оставлен жителем. Но что произошло? Почему люди покинули древний мегаполис? И куда они делись? Ежегодно заброшенный город Теотиуакан посещают тысячи туристов. Но мало кто знает, что под землей его опутывает сложная сеть подземных переходов. Исследователи полагали, что там находится захоронение местного правителя. Но то, что они нашли, превзошло их ожидания. В тоннелях археологи обнаружили статуи местных богов и подземные каналы, некогда заполненные водой. Стены и потолок перехода когда-то покрывал порошок и спирита. Его еще называют золотом для дураков, так как он светится и очень похож на драгоценный металл. Только представьте, дно подземного перехода заполняла вода, которая омывала основание пирамиды. По стенам висели факелы, освещая помещение, а потолок светился, как звездное небо. Это очень похоже на рукотворное воссоздание мифа о сотворении мира. Я подозреваю, что этот подземный переход олицетворяет собой подземное царство. Представители местных племен именуют его городом богов. Изначального названия не сохранилось, потому что до сих пор неизвестно, что за народ населел мезоамериканский мегаполис и куда он исчез. В наши дни ученые смогли установить, что он был покинут за 700 лет до того, как в 15 веке там появились ацтеки, давшие ему это название. Происхождение этого удивительного города связано с цивилизацией гораздо более древней, чем ацтекская. Первые поселения были основаны в этих местах еще в 5 веке до нашей эры. Теотиуакан отличается необычным строением. Улицы города словно расчерчены по линейке. Есть даже кварталы с типовыми каменными домами. И со всех сторон мегаполиса видны три пирамиды. Солнце, луны и пернатого змея. Как люди, не знающие колеса и не имеющие тяговых животных, могли такое сотворить? Между тем, как показывают исследования, пирамиды воздвигли не более чем за 20 лет. Пирамида Солнца – самая величественная в комплексе. Ее высота составляет 65 метров. Выше – только пирамида Хеопса в Египте. В основании 42-метровой пирамиды Луны найдено несколько сотен обезглавленных скелетов. Здесь, по мнению археологов, совершались жертвоприношения. Однако главной в ритуальном смысле была пирамида Кецалькоатля – пернатого змея. Судя по фрескам и многочисленным рельефам, можно сделать вывод, что пернатый змей спасал землю от хаоса и катаклизмов. Однако за все надо платить, и местные правители платили за процветание кровью своих подданных. Что удивительно, умереть на алтаре древнего храма считалось почетным. У многих людей не были связаны руки. Люди поднимались на пирамиды добровольно. Исследователь Джим Вейера в течение 10 лет изучал древний город. Он уверен, что Теотиуакан был своеобразной фабрикой по производству богов. Город богов – так чит в переводе название Теотиуакан. Но есть еще одно, менее популярное, но более точное – город, где люди становятся богами. Я уверен, что у этого города была многоступенчатая система посвящения в боги. Пирамиды аккумулировали в себе энергию космоса и Земли и делали местных жрецов и правителей сверхлюдьми. Последняя магнитно-резонансная томография строений и ранее проведенные исследования подземных переходов показали наличие большого количества пустот. Вейера уверен, что это не что иное, как комнаты для инициации правителей. В годы расцвета в Теотиуакане проживало более 200 тысяч человек. Для сравнения, население Лондона достигло такой численности только в 18 веке. По изотопам воды, найденных в останках зубов, определено, что многие жители приехали в город издалека. Их детство проходило в тысячи километрах отсюда. Причем образ их жизни показывал, что это не пленные, а свободные граждане, воины и ремесленники. Но куда делись жители Теотиуакана? По одной из версий, город пришел в упадок, и жители расселились по окрестным территориям. По другой, он был захвачен воинствующими племенами и разграблен. Также существует предположение, что жители мегаполиса бежали из-за неизвестной эпидемии. Однако до сих пор ни одна из гипотез не нашла подтверждения. Ни поселений, которые бы относились ко времени исчезновения жителей, ни массовых захоронений, ни сгоревших дворцов и храмов, обнаружить археологам не удалось. Ученые разгадали тайну литургического сна. Австралийские медики предположили, что причиной заболевания может оказаться одна из бактерий – возбудители ангины. Врачи заметили, что наступлению литургии предшествовало заражение стафилококком. Но эта гипотеза не объясняет, почему после пробуждения многие люди утверждают, они видели свои прошлые жизни или побывали в параллельной вселенной. Так что же такое литургия? Заболевание или астральное путешествие? И какие изменения происходят в организме человека во время столь глубокого и долгого сна? Свои исследования литургического сна австралийские врачи Рассел Дейл и Эндрю Чорч построили на анализе истории болезней реальных людей. Медики обратили внимание, что многие пациенты перед тем, как впасть в литургию, переболели ангиной. Но может ли знакомая всем простуда стать катализатором загадочного недуга? Литургия или мнимая смерть – заболевание, природа которого ученым до сих пор неизвестно. Ни лечения, ни медикаментов, ни профилактики не существует. Но самое страшное, что она может стать причиной погребения живого человека. Значит, во время литургического сна в некоторых случаях все процессы настолько сильно меняются, что человека можно принять за усопшего. В некоторых случаях давление на крупных сосудах практически трудно определить. Пульс на руках, естественно, практически отсутствует. И дыхание трудно определить. По мнению историков, до 20 века подобные живые могилы были очень частым явлением. Во время вскрытия средневековых захоронений ученые заметили, что многие скелеты замерли в неестественных посох, а крышки гробов были расцарапаны изнутри. Да, реально. Это известная ситуация и в моргах бывает. Может, сейчас практически уже нет, но описаны такие случаи уже в современном, и в Советском Союзе, когда увозили людей, соответственно, в морг, а там человек приходил в себя. Картина себе, представляете? Человек просыпается и видит вокруг струбки лежать. То есть в этой ситуации просто можно сослаться на то, что это были неквалифицированные люди, которые констатировали смерть. Чтобы избежать захоронения живого человека, в моргах Британии до сих пор сохранилась традиция вешать в отсек с телом колокольчик, чтобы в случае пробуждения оживший покойник мог позвать на помощь. В Словакии для этих целей используют мобильный телефон. Завещаю тело моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом, потому что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения. Сердце и пульс переставали биться. Так начинается завещание всемирно известного писателя Николая Гоголя. Он панически боялся литургии. Гоголь боялся смерти, и что его похоронят живым в гроб. И есть масса слухов, что когда вскрыли гроб, определили, что он как бы пытался выбраться из гроба. Долгое время литургию считали болезнью художников и поэтов. В среде эзотериков и сегодня ее называют пограничным состоянием. Своего рода вратами в другие миры, возможностью посетить параллельные вселенные. И действительно, многие очнувшиеся пациенты рассказывали врачам о необыкновенных видениях. Но что это было? Это чаще проблема с нарушением работы центров мозга, отвечающих за поддержание бодрствования. Если они так или иначе повреждаются травмой, если они повреждаются каким-то патологическим процессом, то у человека могут преобладать центры, которые вызывают сон. Удивительно, но, как показывает история, спящие литургическим сном не так уж и беспомощны. Есть свидетельства, что во время бомбежки в Великую Отечественную войну пациенты просыпались, шли в бомбоубежище и после обстрела засыпали снова. Врачи относят литургию к болезням нервной системы. Но есть предположение, что она может носить характер эпидемии. Как считают медики, сейчас происходит всплеск этого заболевания. За последние пять лет зарегистрировано 45 случаев. Это в шесть раз больше, чем за предыдущие полвека. Далее в программе. Как колдуны Вуду мешают нашей сборной по футболу стать чемпионами? Для чего испанцам понадобились восковые куклы Игнашевича? И чем опасна черная магия африканских племен? Количество приверженцев к Вуду в мире, это больше 8 миллионов. Смерть в одной капле. Как выглядят современные яды? Чем они отличаются от средневековых? Кто и против кого использует их сегодня? Современные химические яды по-прежнему остаются самым тихим, популярным оружием человечества. Могут ли камни дышать, двигаться, размножаться, стареть? Почему французские ученые назвали их живыми существами? Это прекрасная тайна, которую вы можете увидеть своими глазами. Мне кажется, что ученые столкнулись с новой формой жизни. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В ЮАР родился посланник дьявола. В области Леди Фрер в Восточно-Капской провинции, в одном из фермерских хозяйств, у овцы вместо ягненка появилось на свет мертворожденное чудовище. Внешнее существо напоминает человека. У него есть подобие головы, конечности, похожие на руки и ноги, цвет кожи, как у младенца. Жители села уверены, что создание – это порождение сатаны и требует его сжечь. По мнению ветеринаров, причиной появления мутанта может быть редкая болезнь или ГМО. Неужели генная инженерия действительно грозит человечеству появлением монстров? Исследователи считают, что мутанты, которые все чаще появляются в разных частях света, являются побочными продуктами генной инженерии. В Южной Корее недавно создали генетически модифицированных кошек с люминесцентной пигментацией в коже. Под ультрафиолетовым освещением они становятся ярко-красными. Если бы жители ЮАР случайно увидели таких котят, они бы точно приняли их за исчадий ада. Прагматичные немцы генную инженерию используют для извлечения экономической выгоды. Они выращивают коров породы бельгийская голубая, которые отличаются двойной мускулатурой. Парнокопытно внедрили ген, подавляющий образование миостатина – белка, отвечающего за остановку роста мышц. Теперь коровы на радость фермерам набирают вес до 900 килограммов. Когда несчастные буренки из-за тяжести собственного тела уже не могут сдвинуться с места, их отправляют на убой. Когда-то и бензиновые автомобили по сравнению с традиционной повозкой представлялись каким-то чудовищным феноменом. А в Китае действительно разработали технологию выведения генномодифицированных собак, которые, по уверению разработчиков, будут обладать чрезвычайно устрашающей внешностью, свирепостью. Полагается, что их будут использовать в спасательных и полицейских службах. Пока китайские ученые пытаются модифицировать уже существующий вид животных, канадские исследователи придумали нечто принципиально новое – генетически изменили домашних питомцев. Это не игрушки и не роботы, а живые существа из плоти и крови. В упаковке они находятся в состоянии анабиоза, но стоит только их из нее извлечь, и питомцы оживут. Производители живых игрушек утверждают, что за ними не надо так ответственно ухаживать, как за собакой или кошкой. И в то же время они надоедают не так быстро, как электромеханические игрушки. Канадские биотехнологи считают, что им удалось создать домашних питомцев будущего. Но каким образом они это сделали, пока остается в секрете. Предполагается, что, например, такие живые игрушки будут заранее продавать изготовители за программным циклом развития на год, на три года. И, кроме того, даже маркировать их по свойствам потребительским. То есть одни будут обладать более игривым характером, другие будут более спокойны, третьи – не требовать особого ухода и так далее. Поживем – увидим. Некоторые ученые считают, что в своих играх в Бога биотехнологи зашли слишком далеко. По их мнению, генную инженерию следует использовать не для развлечения, а во благо всего человечества. Так, например, американские агрономы вырастили пшеницу, которой не страшны грибковые болезни. И это огромное достижение. Благодаря ее урожайности и устойчивости к изменениям климата можно накормить голодающих. Также биоинженеры сконструировали дрожжи, которые поглощают растительный материал и вырабатывают этанол. И это настоящая сенсация для нефтяного рынка. Однако эксперты предупреждают – у медали всегда есть обратная сторона. Растение с вот этим диким или экзотическим набором параметров вечно цветет, вечно выдает пыльцу, вечно там светится, что оно там еще может быть. Ну, например, даже вечно производит плоды. Оно находится в состоянии дикого дисбаланса с окружающей средой, хотя бы потому, что оно в этой ситуации будет активным потребителем питательных веществ и энергии. Например, высаженное в горшок, оно мгновенно испортит эту почву, создаст, высосет из почвы все, что нужно из окружающего воздуха. Вопрос, что произойдет при этом с самим растением, что за вещества оно начнет выдавать в окружающую среду. Недавно биоинженеры начали вмешиваться и в гены человека. Группа китайских исследователей из университета в Гуанчжоу сумела заменить участок ДНК, ответственный за развитие серьезного заболевания. Исследователи утверждают, что такие эксперименты могут со временем привести к излечению многих генетических болезней. Кроме того, медики смогут корректировать внешние и интеллектуальные недостатки ребенка еще до его рождения. Возможности геномодифицированных живых организмов вплоть до человека, до человека включительно, открывают перспективы очень большие. Естественно, что в таких условиях может быть решена вековая проблема мечта человечества, скажем, исключение эпидемии голода по всему миру. Более чем понятно, что такие события могут приводить к катастрофическим последствиям. Поэтому можно ожидать от таких технологий как выдающихся совершений, так и ужасных последствий. Ученым потребуются годы, чтобы изучить возможные последствия их эксперимента. А пока они тренируются на комарах, редактируют их геном, чтобы они не могли переносить малярию. Однако биологи полагают, неизвестно, как генетически измененные комары повлияют на остальные звенья пищевой цепи. Что случится с летучей мышью или другим хищником, который съест трансгенного комара. Даже такой, казалось бы, безобидный эксперимент, по мнению экспертов, может привести к чудовищным последствиям. Стать чемпионами в футболе России помешали колдуны Вуду. Испанцы признались, что победить в полуфинале на чемпионате в 2008 году им помогла черная магия. В течение всего Кубка Евро в Испании активно работал сайт по продаже фигурок сборной хидинга. Болельщикам предлагалось калечить восковые копии соперников, чтобы те не могли нормально играть. Неужели провал Игнашевича – это результат испанского проклятия? Могла ли черная магия Вуду возыметь такую силу, чтобы на чемпионате 2010-го Иньеста с Хави снова одержали победу, а Порща с российской сборной перекинулась даже на ЦСКА, проигравшего в Лиге чемпионов? Но так ли сильна магия Вуду на деле? Что это такое и почему колдунов древнего культа боятся даже в 21 веке? После того, как прошли выборы в США и стали известны их итоги, на владелицу маленькой швейной мастерской Салли Найдл обрушился шквал заказов на куклу Вуду в виде Дональда Трампа. Заказы приходили не только от американцев, но и из Германии, Австралии и Великобритании. Удивительно, но в процессе президентской гонки та же мастерская сколотила приличное состояние, продавая кукол Вуду с изображением Хиллари Клинтон. А многие покупатели этих изделий до сих пор уверены, что именно магия Вуду помогла Дональду Трампу одержать победу. На сегодняшний день вообще количество приверженцев Вуду в мире – это больше 8 миллионов где-то. Есть чистая Вуду, но есть же целая куча афрокарибских традиций, в которых Вуду как бы доминирует. Эта кукла называется Вольт. Чаще всего ее делают из черного воска. Но чтобы кукла начала работать, в нее нужно спрятать частичку человека, которого она должна олицетворять. Кукла – это средоточение частей человека, на которого хотят что-то сделать. Ну, то есть в эту куклу должно входить несколько ингредиентов, там, ногти, волосы, там, слюна, сперма, там, кровь. Ну, должно быть не менее трех составляющих. Ну, вот, вот тогда есть возможность, грубо говоря, одухотворить эту куклу, чтобы она несла в себе именно частицу человека, на которого будет делаться воздействие. Ну, как положительно, так и отрицательно. Куклу делают максимально похожей на человека, до которого хотят добраться посредством колдовства. Она должна иметь и портретное, и телесное сходство. И это не случайно. Колдуны Вуду уверены – высшие силы должны с точностью определить объект, чтобы не было ошибок. Даже физики уже доказали, что с точки зрения квантовой физики мы формируем нашу реальность сами, с помощью нашего сознания. Так вот, мысли материальны, а визуализируя свои мысли, человек может добиться очень многого. Вся идея состоит в том, что я произвожу какие-то действия с предметом или чем-то, что олицетворяет живого человека, находящегося в другом месте. Именно поэтому маги Вуду используют кровь, плачок волос или кожи человека, его ноготь. Им нужна часть человека, потому что затем они переносят воздействие на всего человека. Еще один атрибут Вуду – гри-гри – выглядит как холчевый мешочек, в котором в определенных пропорциях присутствуют всевозможные магические вещества. Это могут быть целебные зелья, но иногда это самый страшный яд, которого боятся все без исключения адепты Вуду. Он превращает живого человека в зомби. Все, кто когда-либо видел этот ритуал, приходят в настоящий ужас. Я и видел зомби, и все это. Что такое зомби? Вообще, оно в какой-то мере раздутый миф Голливудом, но на самом деле они существуют. Это проводится специальная, назовем так, операция воздействия, когда человек подвергается действительно принятию, допустим, какого-то питья с определенным ядом. Его закапывают в землю, нос и уши затыкают, чтобы червяки не влезли. Он там какое-то время находится, потом его оттуда извлекают. Но, естественно, все это связано с магическими определенными операциями. Человек утрачивает большую часть мыслительных способностей и превращается в такого биоробота. Но они недолговечны, потому что они практически не отдают отчет своим действиям. И это никакая не мистика. Оказывается, после гибели живого существа в организме останавливаются далеко не все процессы. К такому выводу пришли американские ученые. Они обнаружили настоящие гены зомби, которые можно разбудить. Правда, их активность непродолжительна. Удивительно, но шаманы Вуду об этих свойствах организма знали давно и даже научились их применять. Сейчас использование зелий для зомбирования официально запрещено. За их применение в Африке и странах Латинской Америки можно угодить за решетку. Но в глухих деревнях все еще встречаются эти леденящую кровь ритуалы. Их, как правило, используют для тяжелого труда. Ношение камней, работа в полях. Это в основном как наказание идет. Если человек в какой-то местности, в общине совершил какое-то преступление, неприемлемое в этом обществе, производится суд, приговаривают его, назовем так, к зомбификации. Такое наказание, которое хуже смерти, в общем-то. Магия Вуду всегда считалась одной из самых сильных. Жрецов Вуду боятся, потому что верят, что они способны подчинить своей воле живого человека, поднять из могилы и заставить служить мертвого. Существует предположение, что даже некоторые из западных звезд используют в своей жизни именно магию Вуду. Например, ходят слухи, что большим знатоком ритуалов является Анжелина Джоли. Якобы во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит» она воспользовалась приворотом и увела Брэда Пита у Дженнифер Энистон. В декабре прошлого года папарацци застукали на балконе гавайского отеля с куклой Вуду в руках и Бритни Спирс. По словам очевидцев, она долго возилась с мужским силуэтом, постоянно что-то бормоча под нос. Видимо, певица с помощью магии пыталась повлиять на свою непутевую судьбу, а, возможно, и пыталась навредить отцу своего ребенка и бывшему супругу, который не оставляет надежд отвоевать у Бритни ребенка и крупную сумму денег. Это современный герб Флоренции. Он достался городу в наследство от семьи правителей Медичи. Знатный род прославился своей любовью к ядам. Лоренцо Великолепный, правитель Флоренции из клана отравителей, расправлялся с врагами с помощью бокала вина, чуть приправленного особыми специями. Но самой искусной в этом деле оказалась женщина, Екатерина Медичи, черная королева Франции. Она носила перстень, внутри которого находились крохотные шипы, наполненные сильнейшим ядом. Одно прикосновение к нему, и враг умирал в страшных муках. Средневековыми отравами сегодня никого не напугать. Нейтрализовать большинство из них можно с помощью простого активированного угля. Но сейчас есть кое-что опаснее. Какими стали яды нового времени? И кому они предназначаются теперь? В аэропорту Куала-Лумпура убили Ким Чен-Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ина. Причиной смерти, по мнению экспертов, мог быть неизвестный нервно-паралитический газ. В убийстве подозревают агентов северокорейских спецслужб. Этот случай не уникален. Неугодных политиков все чаще устранят помощью неизвестных ядов. По разным источникам жертвами отравлений стали президент Венесуэлы Уга Чавес, президент Палестины Ясер Арафат и агент ЦРУ, перебежавший в 85-м году в СССР Эдвард Лиховер. Врачи заявляют, нет такого яда, который невозможно определить. Но почему же тогда их продолжают применять? Яд – это самый простой способ нанести увечья другому человеку. И всегда можно свалить на естественный ход. Ну, как мухоморов, говорят, объелся. Или грибочков объелся. Отсутствие следов – одно из главных преимуществ яда. Возможно, поэтому в арсенале спецслужб постоянно появляются новые. Они не вызывают симптомов, легко попадают в организм жертвы и быстро выводятся из организма. До недавнего времени королем ядов называли мышьяк. 33-й элемент таблицы Менделеева относится к группе тяжелых металлов. Отравление мышьяком напоминает симптомы холеры – рвота, судороги, боли в животе, кома. Особенно часто мышьяк использовался семейством Борджа. На попу римского Александра VI и его детей работала целая лаборатория лучших химиков того времени. Как говорят историки, на обеде у Борджа можно было не дожить до десерта. Однако самым близким людям Борджа подсыпали гуманный яд – акотофан. Он был гордостью понтифика. До сих пор ни одна лаборатория в мире не смогла его воспроизвести. Про яд акотофан известно, что это была жидкость без цвета, без запаха и без вкуса. С учетом того, что яды используемые Борджа, действие их чаще всего было не мгновенным, а постепенно и замаскированным под различные болезни, видимо, они тоже никакого особого вкуса и запаха не имели. И мне приходилось читать что-то о том, что якобы там какой-то фермент, вырабатывающийся из желудка мертвого свиньи или кабана, лежащий на солнце. Другое славное семейство Медичи заказывало яды самому Леонардо да Винчи. Существует версия, что ученый создавал дьявольские плоды. Для этого в стволах фруктовых деревьев в период созревания фруктов он делал отверстие, доходившее до середины, и закачивал туда смесь опасных ядов. Что может быть аппетитней яблока? А главное – подозрений никаких. Однако, как утверждают эксперты, создать сверхмощный яд – гений возрождения сумел в результате другого эксперимента. Леонардо да Винчи брал опасный яд и кормил своих крыс. Они умирали от этого яда, и внутренними он кормил следующую партию крыс. Так он проделывал 4-6 поколений крыс. И что происходило? Уже спустя 500 лет после этого опыта ученые додумались, что вырабатывались антитела на этот яд. Крыс да Винчи выбрал не случайно. Эти животные очень быстро размножаются. Уже для третьего поколения грузунов яд становится всего лишь едой. Но что хорошо для чистого эксперимента, стало кошмаром для современной Европы. Крысы-гиганты, невосприимчивые к ядам, заполонили Британию и Швецию. После того, как крысы будут пробовать вот эти современные яды с новыми открытиями, через какой-то период времени произойдет такая ситуация, что у крыс будет иммунитет. Будут вырабатываться антитела к ядам, которые придумывает человечество. И в скором времени мы не сможем повлиять никак на численность грузунов. Звучит невероятно, но способность организма вырабатывать антитела к ядам можно сделать орудием убийства. Древнеиндийский эпос Мудра Ракшаса упоминает о загадочных ядовитых девушках, или вишеканья. С раннего детства их приучали к ядам. К зрелому возрасту организм девушки становился невосприимчив к отраве. Девушка наносила яд на тело и соблазняла мужчинам. Поцелуй с вишеканья был смертельным. Историки утверждают, что во время индийского похода такую девушку подарили Александру Македонскому. Она была неописуемой красоты, и властитель мировой империи провел с ней всю ночь. Очень скоро Александр Македонский умер. Французские ученые доказали, что камни – это живые существа. Геологи изучили образцы пород, взятые в разных точках земного шара. Оказалось, что они могут дышать, стареть, размножаться и даже двигаться. Но почему люди не замечали этого раньше? Чего мы не знаем о камнях? Какие секреты скрываются в скалах и в лунах? В это сложно поверить, но некоторые камни растут, двигаются и даже размножаются. С точки зрения логики их поведение объяснить невозможно. Ученые всего мира признают, что столкнулись с новой, кремниевой формой жизни. Румынские траванты всего за дюжину лет из 10-сантиметрового шарика превращаются в огромные валуны. То, что происходит с камнем, очень напоминает деление клетки. Сначала появляется отросток, несколько лет он растет, затем отпочковывается и становится отдельным камнем. И никто до сих пор не может понять, как это происходит. То есть ученые предполагают, что происходит какое-то замещение кальция внутри обычной породы. Но сама структура говорит о том, что они очень похожи как растения, некие растения, которые именно слоями увеличивают свою поверхность, впитывают влагу и за счет этого растут. Не менее удивительно поведение блуждающих камней в Калифорнии. Валуны весом от 5 килограммов до 350 ползают по дну пересохшего озера в долине смерти, переворачиваются и возвращаются на прежние места. Вот уже несколько поколений ученых безуспешно бьются над загадкой перемещения этих камней. Это прекрасная тайна, которую вы можете увидеть своими глазами. Мне кажется, что ученые столкнулись с новой формой жизни. Все, что мы знали о жизни на Земле, в основе этого лежит либо углерод, либо белок. Основа камней – кремний. Если перемещение можно как-то объяснить погодой, температурой, ветром, то как объяснить то, что камни переворачиваются? В 2015 году американские ученые вознамерились во что бы то ни стало разгадать тайну живых камней. Они посчитали булыжники, дали им имена и установили за каждым круглосуточное наблюдение. За ночь из 30 камней на своих местах остались только два. И самое главное – траектории их движения были хаотичны. По утрам они движутся в одном направлении, а позже камни возвращаются туда, откуда начинали. Они, как правило, ходят туда и обратно, хотя их пересечения могут быть зигзагообразными. Используя физические знания о мире, ученые выдвинули теорию, что подобное явление связано с температурой воздуха. Ночью все замерзает, ну, относительно замерзает, там жарко, а днем раскаляется. И вот этот эффект нагревания-остывания приводит к перемещению линейному. Это научное объяснение. И остается борозда, потому что песок, он остается на месте. А крупные камни, у них есть такое свойство. Одна сторона больше нагревается с юга, другая сторона меньше, с севера. И отсюда может быть линейное перемещение камня по песку. Казалось бы, тайна раскрыта. Американские ученые экспериментально воспроизвели условия Долины Смерти и пришли к выводу – разница температур ни при чем. В лаборатории камни сместились всего на несколько миллиметров, в то время как по дну озера некоторые особо активные валуны за год наматывают четверть километра. Исследователи предполагают – камни Долины Смерти, так же, как и траванты из Румынии, – древняя разумная форма жизни. На планете Земля размножились и быстро эволюционируют именно не кремниевые, а карбоновые формы, то есть углеродистые формы жизни. И мы к ним относимся. А если бы мы были силиконовыми, то мы жили бы по тысяче лет. Медленно думали или медленнее изменялись в соответствии с меняющейся окружающей средой, то есть некоторая заторможенность в эволюции. Несколько лет назад российские ученые нашли материальное подтверждение кремниевой формы жизни. Эти существа отличаются повышенной жизнестойкостью и абсолютно иными биоритмами. У нас на Земле, возле Антарктиды, живут морские губки. Основная масса везде – углеродная форма жизни, а в Антарктиде обнаружили кремниевая. И живут они минимум, как вот сейчас прикинули, минимум 10 тысяч лет. То есть совершенно другие ритмы жизни, совершенно другие условия. И кремния-органика выживает в любых условиях, от минус 150 до плюс 150. Есть версия, что молекулярной основой жизни на соседних планетах может быть кремний. Возможно, земляне ее не находят лишь потому, что не знают, что искать. Королева детектива Агата Кристи утверждала, что докопаться до правды никогда не поздно. Давайте искать ее вместе. С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова